9 сентября после акции на Пушкинской появилось такое движение, которое называется «Бессрочный протест». Слышали ли коммунисты об этом движении? Оно продолжается до сих пор, это молодые люди. Если слышали, то какое ваше отношение к этим ребятам? Я, во-первых, приветствую любое молодежное движение, направленное на защиту интересов молодых людей. Сегодня мы говорим о ветеранах, и это правда, но на самом деле самым серьезным образом ущемляются права и интересы молодежи. Это отсутствие возможности получить первое рабочее место по окончанию школы или института, тем более человек 5 лет учится сегодня во многом за свои деньги. А получив образование, оказывается, что обществу-то он не нужен, и у нас масса высокообразованных людей работают охранниками, курьерами, продавцами, кассирами. Это тоже уважаемые специальности, но если ты получил образование, ты вправе рассчитывать, что это образование тебе дано для принесения пользы обществу именно в этой области. Поэтому я уже сказал, что я приветствую уже исходя из этого. Кроме того, молодые люди сегодня не торопятся создавать семьи не потому, что куда-то романтические чувства исчезли. Они затруднены в создании семьи из-за неуверенности в будущем, из-за невозможности приобрести квартиру. Мы жаловались в советские времена, что 12 лет приходилось некоторым ждать в очереди, а сейчас молодой человек вообще бесперспективен, если он работает на какой-то рядовой должности, если он не смог строиться в социум среди предпринимателей. А это мы знаем с вами всего 5-10% населения способности к этому проявляют. И я считаю, что любой молодежный протест в социальной сфере, конечно, мы приветствуем. Ну, я пока говорю лично свое мнение, мы не обсуждали именно это движение. Движение, оно образовалось именно по пенсионным вот этим делам. Да, и это очень важно, потому что мы как раз видим, что молодежь недопонимает, что это у них крадут деньги. Это еще одно ущемление их интересов и прав. Поэтому, конечно, приветствуем. У нас пленум будет в октябре месяце посвященной молодежной политике. Я думаю, что этот вопрос нам тоже получит освещение.